всем привет с вами сергей проект поясе вы помните и следите внимательно за моими покупками я думаю только за покупку в основном и следите судя по просмотрам так вот недавно я увлекся скандинавской тематика настолько что скупил довольно много книг из серии скандинавские боги ну а что-то еще и прислала мне издательство аиста я тоже вам рассказывал о тех книжных покупках и так вот я решил эту тему изучать и брался за каждую книжку с нетерпением с чем на этот раз удивит меня там автор или этот рисунки будет что-то крутые история будет классно или это будет как энциклопедия и я не делал в реально прям большую ставку на это томе который называется книга великанов но так получилось что на данный момент из того что я прочитал именно по в этой серии мне эта книжка понравилась больше всего автор иллюстрации текста петер месселджи и что я вам скажу это тот случай когда помните я в творчество брома влюбился тоже дать тесты выходит и мне скоро тоже будет отзыв на вырывашку например когда художник смог когда книга превращается в шикарнейший арт-бук с историей и это очень круто здесь автор нам рассказывают почти документальную вещь с его слов это как он вышел он увлекался великанами рисовал великанов так далее тема его было интересно и вот он попадает в некую волшебную по сути страну некоторую астральную проекцию тут тут рассказывается что это за мир где его встречают великаны и рассказывают про миссию рассказывают про историю великанов как они существовали параллельно с людьми иду людей и где сейчас они как они появляются все это сопровождается шикарнейшим иллюстрациями то есть там он встречает какого-то персонажа его обязательно нам показывают если там некоторые картинки прям страшные великаны где-то они злобные нам кажется но потихонечку ты вместе с главным героем понимаешь насколько крутые эти персонажи как круто их автор реально изображают то есть я прям с удовольствием читал тут еще вы заметите такая манера первоклассно оформлено все плюс некоторые буквы большими обозначены видите красным цветом где-то обозначено это все как будто какую-то летопись такую необычную читаешь и очень круто но я зависал на каждой странице именно рассматривать рисунки я кайфовал тут так много мелких деталей то есть тут очень классно прорисованы великаны тут не только будут великаны наоборот и наоборот мелкие существа тоже проникут рассказывать плюс еще здесь есть и в этой стране в стране великанов здесь еще есть интересные персонажи то есть сама история есть мы потихоньку у него как бы миссия такая вроде бы просто ему надо достигнуть там дойти до определенной пещеры где золотое существо живет что за существо как его дойти почему там такие загадки сложность как со существуют великаны вместе с людьми из друг с другом например очень круто то есть вот действительно из этой серии вот по соотношению рисунков и истории мне понравилось очень то есть это не энциклопедия как я вам буду еще показывать некоторые книги ты где просто ну тоже классно изображены какие-то персонажи и про них история вот потом следующие про них там что за персонажи про призраков то время так далее ну про всяких чудиков и чудищ вот но там все равно это как энциклопедия была здесь же арт-бук с историей история прочитывается очень легко то есть не ждите там какие-то неожиданных поворотов вот но все равно вместе с главным героем было интересно путешествовать по этой стране заглянуть к и он теперь дальше показывает как они выглядят эти персонажи да не сильно сопереживаешь главному герою но понимаешь что уже выжить то должен но все равно какие-то ходы например с предыдущим летописцем там еще какие-то было интересно почитать плюс внутри еще есть несколько легенд там раз нескольких историй в истории до внутри который рассказывает нам тоже про великанов там про взаимоотношения их там даже где-то про любовь где-то про их быт где-то про их жизнь вот там женщин тоже интересные великанши например у них отношения даже отношение великанов к отношениям так прикольно когда ты так много лет живешь и что ты можешь ценить вот ну и плюс такие не харизматичные вот на обложке мы видим святогора тоже про него будет рассказана история но опять же я повторюсь каждая страница давно не читал с таким удовольствием вот представляете каждая страница здесь с огромным количеством иллюстрации это очень мега круто еще и цена была очень подъемная и приятная и это меня еще больше впечатлило да то есть я ожидал что ну там найти одна иллюстрация на страницу или там изредка будет попадаться не так часто по тексту и так много классных иллюстрации прям очень много мелких деталей так далее видно что автор очень любит саму тему великанов и очень классных изображает поэтому я вам реально рекомендую или даже просто тем кто ну ладно не нужна им там скандинавской мифологии ну так возьмите это чтобы посмотреть полистать как рисуют как изображаются классных персонажей великанов там тролли иограф там так далее я думаю вы кайфанете я реально от этой книжки очень кайфанул чему вам желаю читайте хорошие книги а с вами был сергей проект по пока а